И сейчас мы обратимся к тем, кто только что устроился на новое место работы или только собирается это сделать. Знаешь ли, самое характерное поведение для таких людей, для новичков, как говорится, либо человек приходит, либо тихо сидит за своим столом, всего стесняется, либо наоборот проявляет такую активную очень инициативу во всем. А вот какой из двух случаев правильный? Знаешь, как говорится, и в том варианте, и в том варианте есть свои минусы и плюсы. Но подробнее о них расскажет ведущая рубрики «Зарядка для успеха» Ольга Полищук. Самое доброе утро! Меня зовут Ольга Полищук. Пока вы собираетесь на работу, давайте разберемся, как же быстро освоиться на новой работе и в новом коллективе. Можно, конечно, на месяц затаиться, молча впитывать, наблюдать. Но когда через месяц вдруг вы откроете рот, вам придется заново осваиваться. Поэтому для начала попросите вашего нового начальника представить вас в первый день. Пусть он назовет не только ваше имя и должность, но также добавит 2-3 факта о том, чем вы действительно гордитесь. Например, наш новый офис-менеджер Александр. Он прекрасно варит кофе по-турецки, а также закончил курсы памяти и скорочтения. А еще он владеет китайским языком. Прошу любить и жаловаться. Обязательно пообщайтесь и познакомьтесь с теми, с кем придется работать вплотную. Конечно же, согласие начальства. Узнайте у них, как они видят вашу работу. Не надо спрашивать про предыдущих работников. Это удел неуверенных людей. Найдите себе наставника, если вам не дали его официально. Хорошо, если ваша работа будет напрямую связана с его. Попросите, чтобы он каждый день давал вам обратную связь, а также направлял в нужную сторону. Не вступайте ни в какие личностные разговоры и сплетни. Помните, вы сейчас находитесь под микроскопом. Не ищите заступников. Проявляйте свой профессионализм без фанатизма и соревновательности. Спокойно, упорно. Самое главное – дружелюбно. Помните, слабых сотрудников коллектив съедает сразу же, не дав буквально им адаптироваться. Будьте активны, если представился какой-то неформальный опыт, например, корпоративный праздник. Обязательно попроситесь в группу организаторов. Не идите поперек традиций. Знакомьтесь, представляйтесь, наблюдайте. Именно здесь вы можете увидеть то, что есть на самом деле. Корпоративную культуру, настоящую, а не декларируемую. Привычные способы коммуникации и правила внутреннего этикета, а также ключевых людей. И все же, хоть коллектив и важен, но работа, а точнее ее результат важнее. Профессионализм не пропьешь. Поэтому развивайте свои компетенции, работайте над собой, а также достигайте поставленных целей. И пусть сегодняшний рабочий день будет позитивным, насыщенным и очень радостным.